Добрый вечер! Сегодня мы с вами поговорим про растровую векторную графику. И я хочу вам показать разницу, что же это такое, и объяснить, почему это важно знать и понимать. Растровая и векторная графика отличаются по своему смыслу тому, как формируется картинка. Если вы видите растр, как, например, на данной картинке, это мозаика, то это изображение состоящих из мелких точек, то есть пикселов. Если же вы видите вектор, то это изображение, которое является математическими формулами. Программа рисует так называемые опорные точки и рассчитывает математическим образом путь от одной точки к другой. За счет этого формируется контур и создаются фигуры. То есть два принципиально разных подхода. В одном вы имеете набор пикселов, а в другом у вас получается набор опорных точек, через которые математическим путем просчитан путь. Соответственно, и работать с данной графикой приходится по-разному. Одна графика называется растровой, а другая графика называется вектор. Давайте покажу пример. В принципе, если вы работаете с растром или вектором, вот эта картинка растрова, эта картинка векторная, принципиальной разницы вы не увидите, просто так, смотря на картинку. Вроде бы та же самая матрешка, вроде и щечки есть, и рисунок сделан, но они отличаются. Если растровое изображение, оно как бы склеено, и оно состоит из большого количества точечек, то данный объект векторный, он состоит из большого количества элементов путей, вы можете его разобрать и разным способом его деформировать, видоизменять, менять цвета. Как же это выглядит в реале, давайте я вам покажу. Почему это принципиально? Разные типы графики – это работа в разных графических редакторах. Так, например, работа с растром – это Adobe Photoshop. Работа с вектором – это будет Adobe Illustrator, либо CorelDRAW. То есть разные программы за это отвечают. И есть еще такой момент, что если у вас изображение векторное, то сделать из него растр вы можете путем экспорта. Если же у вас изображение растровое, перевести его в вектор можно, но очень сложно. Я показывала, у меня уже был прямой эфир, как делать автоматическую трассировку, то есть перевод из растра в вектор. Но изображение получается немножко другое, когда программа автоматически пересчитывает точки и создает векторный объект. Как же это выглядит в программах? Я специально для вас подготовила. Вот он мой Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Смотрите, на примере Fashion я покажу, как это делает рисунок фигуры. Изначально он выполнен в векторе в программе Adobe Illustrator. Вот он, исходничек у меня. А потом я сделала экспорт. И почему три картинки? Когда вы делаете растровое изображение, вы можете задать такое понятие, как расширение или DPI. Dots per inch. Количество точек на дюйм. Соответственно, вот эти циферки, которые иногда вас спрашивает программа, если вы что-либо делаете, как правило, это 72, 150, либо 300. Это количество точек на дюйм. Чем выше количество точек, тем более четкое изображение. Вот смотрите, здесь это наглядно видно. У меня три изображения. Здесь 72 точки на дюйм. Здесь 150 точек на дюйм. И здесь 300. И можно увидеть то, что в первом варианте идет небольшое размытие. Второй более четкий. И третий еще более четкий. Еще это лучше видно будет, когда мы приблизим объект. Вот смотрите. Изображение лица или глаз. То, что вы видите в квадратике, это и есть наши пикселы. Каждый пиксел имеет свой цвет. Если я начну приближать картинку другого расширения, вы увидите, что при таком же размере количество пикселов намного больше. А если я возьму, где у меня 300, то еще лучше. То есть, сколько маленьких точек у вас умещается на дюйм. И в растровой графике вы увидите эту разницу. Если же вы используете вектор, сколько бы вы ни приближали, вы этой разницы не увидите. У вас всегда будет гладкое изображение. Потому что вектор – это математические формулы. И программа вам сама пересчитает ваш объект и сделает его абсолютно идентичным того, какого бы размера вы ни сделали. Вот она наглядная разница. То есть, смотрите, это наш вектор, а это растр. Притом здесь у меня разрешение маленькое, такого как 72, здесь 150, здесь 300. Одно и то же изображение. И при этом, если я захочу работать с растром, то мне нужно будет, ну, представьте, что у вас есть холст, на холсте сделано изображение, вот как с ним можно работать. Взять что-то из него, вырезать ножницами. Также в фотошопе я буду брать инструмент ножниц и что-то вырезать. Взять что-то, наклеить сверху. Взять кисть, что-то нарисовать на нем. Взять карандаш, что-то поштриховать. Точно так же вы будете работать с растром. Это просто обычная картинка, с которой можно делать художественными способами. Вот как вы работаете на холсте, так и вы работаете с растром. Вектор же совершенно другое дело. Сейчас мы откроем Adobe Illustrator на весь монитор и увидим, как я вам уже говорила, то, что вектор – это объекты, которые между собой соединяются. Вот смотрите, у меня есть изображение модели, и я могу это изображение разобрать на составные части. Вот смотрите, сколько составных частей у меня внутри данной девочки. То есть каждый элемент, каждая деталь – это отдельное векторное изображение. Вот она у меня разбирается на кучу-кучу всяких маленьких деталек. Каждая тень, каждый отдельный элемент. Можно сейчас лицо увеличить, еще по лицу вам покажу более детально. Вот смотрите, здесь у меня есть губы, вот они губы, вот они у меня разбираются. При этом я вот отдельно разобрала, я могу работать с каждой отдельной деталью, менять ей цвета, менять ей размеры. Могу собрать ее обратно. Вот она у меня собралась обратно. При этом я могу ее всячески трансформировать, делать шире, делать юже, поменять, например, цвет, чего бы то ни было. Это не доставляет проблем. Я выбираю векторное изображение, векторный элемент, который я хочу поменять цвет, и он у меня изменяется. Я могу поменять объем, то есть сделать больше, сделать меньше. Я могу сделать короче, я могу сделать длиннее, при этом мое изображение от этого не страдает. Я могу двигать в одну сторону, могу двигать в другую. Именно поэтому программа Adobe Illustrator и векторная графика идеально подходят для Fashion, потому что вы можете собрать из элементов какое-либо изображение, и потом в дальнейшем с ним работать и многократно его корректировать. То есть каждый отдельный элемент у вас будет отдельным векторным объектом, который поддается любой корректировке. При этом из вектора вы всегда сможете перевести в Raster в универсальные форматы. Давайте еще расскажу более детально по форматам. Я не до конца показала. Значит, что у нас есть в Raster? Raster используется практически повсеместно. То, что вы делаете фотографии на телефон, на фотоаппарат, это будет Raster. Оно позволяет делать очень реалистичное изображение, то есть что вы видите на натуре, то у вас и переносите. Каждая конкретная точечка прокрашивается определенным цветом. Файлы достаточно большие. Если вы поговорите с профессиональными фотографами, то они вам скажут, что файлы весят много. Плохо масштабируйте. То, что я вам показала. Если у вас маленькое разрешение, вы начинаете увеличивать, у вас изображение начинает пикселить. Вы видите вот эти кусочки пиксела, которые становятся картинкой не очень удобной. Ваш глаз перестает ее видеть слитно, а начинает разделять пикселы. И, конечно же, корректировать ее достаточно сложно. Как я говорила, это как реальное изображение на холсте. Можете что-то вырезать, можете наклеивать, можете как-то сверху закрашивать, перекрашивать. Ну, и Photoshop приблизительно по такому принципу работает. Там есть более тонкие настройки, можно делать цветокоррекцию, увеличивать. Но вот Raster, он такой, немножко более неповоротливый. По основным форматам, которые вы сможете наблюдать в Raster, это будет JPEG, очень популярный формат, очень много фотографий в нем. PNG. Люблю PNG тем, что он удобен для интернета. Данный формат более легкий, и его удобно публиковать куда-либо. И у него есть очень классная функция, у него есть функция прозрачности фона. Если у вас есть какой-то объект, то вы можете сделать его фон прозрачным. Отлично. TIFF – печатный формат. Если вы отдаете что-то в полиграфию, вам нужно распечатать визитки, флэра, баннеры, то TIFF вам в помощь. Так же, как и принты на тканях, на изделиях. Данный формат очень тяжелый. Имейте это в виду, вам потребуется достаточно большой объем оперативной памяти, флэшки, где вы будете хранить. GIF имеется. Раньше в нем часто сохраняли. Сейчас GIF, вы можете видеть их в соцсетях, они больше как анимашки используются. PSD – это встроенный формат фотошопа. Он позволяет сохранять все слои, изменения. И, в общем-то, это рабочий формат такой. И PDF – очень приятная штучка, которая может сохранять как картинки, так тексты, так и вектор. Вот PDF-ка, она тоже прекрасно подходит под растровый формат. По вектору. Что у нас из преимуществ? Во-первых, файлы легче, чем растры. Это всегда. Если вы сравните два файла. Только если вы перегрузите какими-то особыми элементами ваш векторный файл, тогда он будет тяжелее. Как правило, два идентичных файла, растр будет тяжелее вектора. Высокое качество печати. Как бы вы не увеличивали ваше изображение, у вас всегда сохранится четкость. То есть, вы можете наставить формат А4, потом его растянуть и распечатать его на 9-этажный дом. При этом не пострадает ничего, и у вас не будет никаких неприятных квадратиков или чего бы то ни было. Легко можно редактировать. Как вам показалось, собирается, разбирается, редактируются разные цвета. И также плюс из того, что вы можете взять векторное изображение и сделать из него растр. Легко и непринужденно. Не каждое изображение поддается векторной иллюстрации, то есть какие-то сложные пейзажи будут сделать проблематично. Очень сложно перевести растровое изображение в вектор. Автоматической трассировке поддаются только очень четкие графичные изображения. Какие-то размытые, с муарами, требуют либо очень-очень большой докрутки руками, либо просто невозможность перевести изображение в вектор. И низкая совместимость программ. Если изображение векторное где-то создано, потом достаточно сложно с ним работать в другой программе. Ну, CorelDRAW с Adobe Illustrator еще как-то сочетаются. А вот, ну, в общем, не всегда это удобно. Если растровую картинку JPEG вы откроете везде, с телефона, с планшета, с компьютера, то формат AI или CorelDRAW вы не везде откроете. Какие основные применимые форматы у нас будут? Это будет формат AI, родной формат Adobe Illustrator. В общем-то, рабочие файлы. Нужно учитывать, что чем более новая у вас версия, тем легче вы будете открывать предыдущие версии. То есть, и очень сильно зависит от того, в какой версии сохранен файл. Если вам сохранили в более новой версии, вы открываете в более старой, то у вас могут возникнуть проблемы с чтением файла. Вы можете видеть его некорректно. Еще один редактор – это CorelDRAW. Тоже есть у них разные версии. От этого тоже может зависеть открываемость файлов, так же, как и с Illustrator. EPS – это универсальный формат. Его открывают практически все векторные редакторы. И вы сможете с ним работать. Он, кстати, идеально подходит для передачи файлов, например, из Adobe Illustrator в CorelDRAW. Если есть какие-то нестыковки, в EPS сохраняется, он передастся. SVG – тоже формат, но по моей практике используется он нечасто. ВМФ – это Microsoft Windows. Тоже ни разу я на него не натыкалась, но он является тоже векторным. И в большинстве векторных редакторов его предлагают для сохранения. И вы можете его создать. И опять же, PDF. Если в PDF правильно установлены настройки, то он пригоден для открытия в векторе. Единственная проблема – если у вас создан многостраничный PDF, который можно открывать в векторе, вам придется открывать его по одной страничке. То есть одну страничку открыли, вторую страничку открыли, третью. Сразу весь документ он вам не откроет. Вот такой у нас формат. Вот то, что я вам хотела рассказать про растр и вектор. Надеюсь, что вам стало понятно. Если у вас появились какие-то вопросы или неточности, пожалуйста, пишите, я буду рада на них ответить. И я надеюсь, что теперь вы понимаете, что такое векторная и растровая графика, как с ней работать, какие программы для этого подходят и почему их нельзя путать. Я была очень рада вас видеть. И до новых встреч! До свидания!